Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы испекли миндально-ореховый тортик со сметанным кремом с добавлением зущенки. Тортик этот домашний в честь дня рождения нашей дочери. Так что, приятного просмотра! И для миндального бисквита мне понадобится 7 яиц. Я отделила белки от желтков. Также мне понадобится 1 стакан сахара, 1 стакан миндальной муки. Можно взять миндаль и измолоть, но у меня готовая миндальная мука. И также 1 стакан пшеничной муки высшего сорта. Все стаканы у меня на 250 мл. Ещё мне понадобится чайная ложка без горки разрыхлителя для теста, щепотка соли, ванильный сахар, а также кусочек сливочного масла для смазывания противня. К белкам комнатной температуры я добавляю щепотку соли и начинаю миксером взбивать. Белки превратились вот в такую пену. И я постепенно добавляю в 3 приёма сахар и продолжаю взбивать. На средних оборотах я взбивала минут 5 и вот до вот такого состояния. И теперь буду добавлять по одному желтку и на единичке, на самых низких оборотах, буду постепенно добавлять по одному желтку и перемешивать. Теперь перекладываем нашу массу в мисочку побольше. И теперь все сыпучие ингредиенты, пшеничную, разрыхлитель и миндальную муку просеем в отдельную посуду. Сюда же добавляю ванильный сахар, один пакетик, перемешиваю и добавляю постепенно вот так понемножку и подмешиваю хорошенько до однородности. Стараемся в одном направлении перемешивать. Муку мы хорошо вмешали, сухих комочков не наблюдается. Я смазала противень тем кусочком сливочного масла и выкладываю тесто в противень. Прокручиваем вот так слегка. А духовочку мы 10 минут назад включили разогреваться до 175 градусов и отправляем уже в разогретую духовку. Выпекался наш миндальный бисквит 40 минут. Готовность я проверила деревянной палочкой. Деревянная палочка чистая, значит бисквит готов. Дадим ему немножко остыть. Остывать мой бисквит будет в перевернутом состоянии и как только он будет совсем холодный, я заверну пищевую пленку и отправлю в холодильник на часов 6. Для белково-орехового коржа мне понадобится 3 белка, сахарная пудра, орешки и 1 столовая ложка с горкой муки. И я сахарную пудру добавляю к белкам и начинаю взбивать. К белкам добавляю 1 столовую ложку лимонного сока и продолжаю взбивать. Белковая масса от кислоты посветлела и теперь мы просеем сюда 1 столовую ложку с горкой муки. Слегка перемешаем и немножко поработаем все. Грецкие орехи я просушила в духовке и теперь измельчу в блендере. Орехи я измельчила вот до такого состояния и теперь перекладываю их в чашу миксера. Перемешаю, чтобы наши орешки не взлетели в воздух и включу миксер на единичку. Противень я застелила пергаментной бумагой и еще смазала немножко растительным маслом. Выкладываю нашу массу на противень. Ну вот и все, духовочка включена. Отправляем выпекаться. Для крема я взяла 500 граммов сливочного масла, подержала его при комнатной температуре. Добавляю сюда 2 столовые ложки сахарной пудры, которую я также просеяла от комочков и начинаю растирать. Затем в чашу миксера я добавлю пол-литра сметаны домашней из холодильника холодной. Можно также взять магазинную сметану, но не ниже 20% жирности. Начинаю также взбивать. Сюда же добавляем сгущенного молока. Один стакан, стакан у меня на 200 миллилитров. Зущённое молоко также холодное из холодильника. Сразу же добавлю одну столовую ложку лимонного сока и опять венчиком поработаю. И теперь разделю крем на 2 части. И к одной части, которая побольше, я растопила одну плитку белого шоколада. Это у меня служит и загустителем, и ароматизатором. Отправляю в одну часть крема. И такую же 100-граммовую плитку шоколада я размягчила в духовке для меньшей части крема. Также отправляю и перемешаю всё вот это миксером. Два крема у нас готовы. Прикрываем наш крем пищевой плёнкой и отправляем пока в холодильник. Наш белково-ореховый корж также уже испёкся. Дадим ему немножко остыть и можем уже собирать тортик. Бисквит находился в холодильнике 6 часов. Он уже выстоялся. Освобождаем его от пищевой плёнки. И при помощи ножа и нити я разделю на два коржа наш бисквит. Вы видели, что форма у меня внизу вот такая зауженная, кверху она расширяется, поэтому один корж у меня получился поменьше, второй побольше. И я ножичком вот эти краешки вот так подровняю, чтобы коржики были одинаковые. Для пропитки бисквитов я взяла 20 мл примерно сиропа тернового. Можно любой сироп брать, какой у вас есть. И у меня здесь настойка скорлупы орехов макадамия. Я возьму 2 столовые ложки. И вот этой смесью я пропитаю коржи. Перемешаю хорошо. И вот так пропитаю коржики. Я достала белый крем пока из холодильника, коричневый у меня ещё в холодильнике. и выкладываю на нижний, самый нижний корж. Затем у меня идёт белково-ореховый корж. Укладываем. И опять крем. Крем разровняли. И теперь последний наш коржик укладываем. У меня он здесь немножко надломался, но ничего страшного. Мы его вот как-то вот так вот выровняем. Ну и верх коржа мы также смазываем белым кремом. Разравниваем. Я уже достала вот из холодильника крем шоколадный. Он погуще будет, потому что у нас меньше мы отбирали сметанного крема. И я оставила немножко молотых орехов. И также возьму вот эти обрезочки и сделаю крошку, чтобы обсыпать бока тортика. бока мы обсыпали. И осталось украсить наш тортик на свой вкус. Ну и вот, друзья, украсили мы миндалем, орехами, шоколадом. Короче, что в тортике, то и на тортике. И теперь мы разрежем и покажем вам. У меня тортик стабилизировался в холодильнике где-то часа два. Нужно, чтобы он застыл, крем застыл. Сейчас мы разрежем и покажем вам тортик в разрезе. Ну и вот, показываем вам в разрезе. Конечно, нужно было бы еще немножко ему застыть, но мы спешим. Нужно так. Попробуем тортик, друзья. Аромат бисквит на миндальной муке прям рассыпается. Аромат миндаля очень вкусно. Советую вам приготовить. До свидания. Всего хорошего. Подписывайтесь, кому интересно. Мира, добра и благополучия. Пока. Пока.